Экстернат отменяется. Получить водительское удостоверение теперь смогут только выпускники автошкол. Это связано с изменениями в правилах дорожного движения. Кроме того, теперь в них появились разграничения для приверженцев автоматической трансмиссии. У тех, кто сдавал экзамен на автомобиле с автоматом, в водительском удостоверении появится соответствующая пометка. Коснулись изменения иммигрантов. До мая 2014 года иностранным водителям, работающим в грузовых и пассажирских перевозках, придется подтвердить свои навыки, чтобы получить удостоверение российского образца. Как относятся к переменам на дорогах на Урингойце, расскажет Анна Намаконова. Одних управлять автомобилем учат с детства, а кто-то только сейчас усваивает технику вождения. Теперь, независимо от навыков и способностей, всем, кто хочет стать водителем, необходимо пройти обучение в автошколе. Самостоятельная подготовка при сдаче экзаменов ГИБДД не допускается. Я считаю, что ужесточение сдачи правил дорожного движения снизит, я так думаю, что аварийную обстановку на наших дорогах. Потому что на данном этапе она ужасная. У нас люди ездят, иногда вообще не понимают, как происходит сама структура правил дорожного движения. Изменения в правилах разделят и потоки курсантов. Теперь у автовладельцев появился выбор. Экзамен можно сдать на сложной, но привычной механике, либо на коробке автомат. Ну, механика очень отличается от автомата. Я вот сама на автомате, и вот сейчас мне посадить на механику, я, наверное, потренироваться должна. Не обошел закон иммигрантов, занимающиеся перевозками иностранцы, теперь должны иметь российские права. Если таковых нет, водителям придется сесть за теоретические пособия и экзаменационные билеты. Я уже сколько за рулем, уже много лет. И сейчас обратно идти, так и толком не знаем, как мы будем сдавать, ну, как сдавать эти правила, как, ничего не знаем еще толком. Велосипеды здесь не изобрели, потому что это мировая практика, в мире везде так. Если я, допустим, еду просто отдыхать за границу, то мои права будут котироваться без всяких проблем. Если я туда приехал и должен работать, то обязательно я должен получить, сдать по местным правилам и получить права той страны, где я, допустим, работаю. Сегодня сроки определены. Получить водительские удостоверения мигранты должны до мая 2014 года. В обратном случае работать за рулем на территории России иностранцы не смогут. Анна Намаконова, Роман Чернов, Служба новостей, Импульс.